Когда меня оперировали в Чечне, я спросил у врачей, разве всё, что я сам купил, не должно быть в больнице? Ответ с улыбкой. У нас много чего должно было быть, но не всё так, как показывают по ЧГТРК. То, что медресет, важно, не важно то, чему там учат. Вот что важно. Если там будут учить каким-то заблуждением, то какая польза этой умми? Вопрос к тем, кто говорит, 1300 мечетей у нас построено, а кто-нибудь считал, сколько у нас школ, колледжей, техникум и сколько построено или только мечети считают? Вот по поводу этих мечетей, у меня, кстати, есть на моём основном канале материал, называется «Развеивание мифа. Великий строитель мечети». Там я как раз привожу эту статистику. Дело в том, что они ими не построены. На самом деле они, чисто вот то, что кадыровская власть построила мечети, их гораздо меньше, чем те, что у нас и так были. Они что сделали? Вот у нас и так было после развала Советского Союза, наш народ очень быстро там бывшие мечети, во-первых, восстановил. То есть, допустим, мечеть, очень старая мечеть в новых Атагах, которая при советской власти была переделана под склад. Как только Советский Союз рухнул, её обратно вернули, склад убрали, сделали из неё мечеть. То есть, мы старые мечети восстановили, новые очень быстро построили. Это делала не власть, а это делали люди, сельчане, какие-то богатые люди это спонсировали. Очень-очень быстро было построено много мечетей во всей республике. Во время войны какие-то из них были там повреждены или разрушены, но большинство, конечно же, этих мечетей тоже сохранилось. И вот что делает кадыровская власть? Они берут общее количество всех мечетей и говорят, вот это вот мы построили. Типа пытаются это себе в заслугу это винить. Но на самом деле большинство из всех этих мечетей построено при ненавистной ими Ичкерии. Это как раз период нашей свободы, все эти мечети были построены. Хотя, ещё раз подчёркиваю, это не делалось за счёт государственного бюджета. Это делали сами люди. Но они вот какие-то разрушенные, допустим, повреждённые мечети, они их там восстановили, какие-то реконструировали, переделали, построили какую-то часть действительно новых мечетей, реально красивых, безусловно. И после этого всё это пытаются выдать при нас 1300 мечетей. На самом деле нет. При них реально построено какое-то количество мечетей, какое-то там восстановлено. Но большинство из этих мечетей это всё-таки абсолютно не кадыровская заслуга. Ну а вопрос, который я поставил по поводу школ, колледжей. Они какое-то количество медресе сделали, то есть школы хафизов, там они тоже любят очень этими вещами гордиться. И на самом деле это неплохо. То, что медресе, это важно, не важно то, чему там учат. Вот что важно. Если там будут учить каким-то заблуждением, то какая польза этой умме от подобных школ хафизов, там, или медресе. Самое важное здесь, какую науку, то есть какие знания получают там дети. Некоторые говорят, ну они же просто там фуран заучивают. Но не бывает так, что тебе просто так дают фуран. Как вот не бывает финансирования без какой-то идеологии. Такого тоже никогда не бывает. Это тоже такое, знаете, может в каких-то отдельных случаях там редких будет. То есть образового, что-то такое. Но если кого-то ставят на поток, его финансируют, допустим, то обязательно с этим финансированием идёт какая-то идеология. Вот и другое дело, что принимается эта идеология, или там люди ухищряются каким-то образом. Но безусловно, что-то такое всегда идёт. Вот то же самое и здесь, когда тебя учат в Урану, по-любому вместе с этим существует какая-то религиозная повестка. То есть какие-то знания в любом случае этим детям дают. И здесь вот в чём главный вопрос. А что касается каких-то других учебных высших заведений, ну, тут и говорить ни о чём не приходится. Образование в республике на очень плохом, низком уровне. Не потому, что у нас нет там грамотных людей, а потому, что всё устроено на системе взятничества, взяточничества. Сейчас Хамби опять будет недоволен моим русским. То есть на коррупции всё устроено. Все ректора назначаются не коллегиями этих вузов, а назначаются Кадыровым. То есть тот, у кого с Кадыровым там хорошие отношения, кто ему заносит там побольше, тот и становится ректором. Соответственно, этот ректор, и это касается и здравоохранения. То есть главврачи тоже то же самое. И вот потом эти главврачи, эти ректора, они устраивают такую же систему поборов в этих своих учреждениях. И выстраивается вот эта вот иерархия, когда должны собирать с пациентов или с учащихся, со студентов, чтобы тебе закрывали сессии или больные, чтобы могли там иметь доступ к элементарным каким-то вещам, типа, знаете, мониторинга, система мониторинга, здоровья, дыхания, сердцебиения и так далее, чтобы тебя к ней подключили, заплати деньги. Вот такая система устроена. То есть вот эти вот пациенты, студенты платят врачам, учителям, тебе платят наверх, наверх. В итоге это все к главврачу, к ректору, тот заносит Кадырову. Поэтому из-за этого вся эта система так устроена. Не потому что нет грамотных людей. Если саму систему сделать правильно, если дать возможность этим вузам, этим больницам существовать самим, то есть выбирать для себя руководителей, чтобы они сами достойного из себя выбирали, ставили, убрать, искоренить, наоборот, пресекать любую коррупцию, то, конечно же, у нас была бы хорошая система образования, были бы грамотные люди, и был бы реальный какой-то карьерный рост, лифт там социальный. Но ничего этого не может быть вот в такой системе. Когда ты приходишь в больницу, чтобы прооперировать там своего родственника, и тебе, это я сейчас по своему опыту говорю, не понаслышке, никто там не сказал. Я приехал в больницу, положил свою тетю, да помилует ее Аллах, ее уже нет живых, ей удаляли желчный пузырь. Мы ее положили в больницу, а ко мне вышел врач и сказал, нужен кислород. Я сказал, что я должен сделать. Ты должен взять баллон, поехать на заправочную станцию кислородную, ну как станцию, это какой-то частный дом на перекрестке Богдана-Хмельницкого и Первомайской. Нет, Богдана-Хмельницкого и Маяковской, прошу прощения. Вот туда, значит, должен поехать, там отдаешь этот баллон пустой, они тебе дают заправленный баллон с кислородом, привозишь его в больницу. Я поехал, так и сделал. И вот так была прооперирована моя тетя. И разумеется, ты это делаешь на свой счет. Полный абсурд. Ты приходишь, кладешь в больницу своего родственника, тебе говорят, так, принеси, значит, две наволочки на подушку, две простыни, два пододеяльника, и вот тебе еще список, значит, лекарств, вместе с системами для капельниц, там все, что тебе нужно. И вот тебе еще аптека, если ты в этой аптеке это все купишь, то тебе еще будет какая-то скидка. То есть у них, понимаете, уже система взаимозачета у них там налажена. То есть эти рекомендуют, направляют в конкретную аптеку, потом эта аптека им, значит, какие-то там откаты дает. Вот в такой системе живет сегодня республика. И это, я еще раз повторяю, не кто-то шепнул, это я лично, я лично давал деньги, 15 тысяч рублей, по-моему, врачу, вот так вот ему на лапу давал деньги, а вот здесь вот на стене в коридоре висела бумажка такая А4 приклеенная, и было написано, если у вас вымогают взятку, звоните на телефон доверия здравоохранения Чинской республики и номер. Вот так вот перед этой я давал ему деньги за операцию, в которой, кстати, умер мой двоюродный брат. То есть он, этот врач делал операцию моему брату, и в результате этой операции мой брат даже не выжил, то есть он прямо на операционном столе умер. То есть операция не сработала даже, понимаете, а я ему все равно заплатил деньги. Вот в таком режиме сегодня живет вся республика. Ассаляму алейкум, саваш марш вовилу, алейкум, ассаляму, арамат ла баракат ва, алахи, саламу ашу хил, саваш бараку, алаху фик. Томсо, как думаешь, во времена СССР наш народ был в таком... О, куда ты делся? Зачем ты удалил свое сообщение? Я только начал его читать. Вопрос о мечетях, о том, что бытует популярное среди либералов мнение, что через 1300 мечетей у нас через религию делают рабов. У нас как учителей слушают, так же слушают и имамов с муфтеми. Эффект ноль. Да, конечно. Эти мечети, они в основном нужны для того, чтобы сказать, что вот смотрите, мы, вот вы говорите, мы не мусульмане, мы отступники, а мы вот строим мечети. И это такой момент, когда ты такой, опа, действительно, строят мечети, значит, что получается? А ничего не получается. Ты хоть мечети строил, ты там, что бы ты ни делал, ты предатель, ты предал, перешел на сторону России, да лучше не строить мечети. Мне, вот для любого, как бы, мусульманина, даже для любого человека, что для него важнее? Иметь, значит, не иметь мечети, допустим, где он может помылиться, ну, красивую мечеть, мечеть-то по-любому будет, люди соорудят там, из досок, сделают какой-то навес, и это будет их мечеть. Вот, что для него, для меня, как человека, для меня лучше? Вот, не иметь красивую, такую, помпезную мечеть, а иметь просто какой-то навес, где я буду молиться, но при этом быть свободным, иметь в своем кармане, свой собственный паспорт, здесь, в Швеции, иметь посольство Чеченской республики, Ичкерия, куда я могу пойти, в любой момент, и это государство будет здесь обеспечивать, мои интересы, понимаете? Вот это для меня лучше. Или вот ничего этого не иметь, зато у меня будет помпезная мечеть, в центре города, но при этом я буду носить в кармане российский паспорт, эта страна захочет, когда развязать какую-нибудь войну с Украиной, туда будут отправлять меня, потому что у меня этот паспорт, я гражданин этой страны, теперь она будет с Украиной, я должен ехать туда, и оставлять там свою жизнь. Вот, что, что для меня лучше? Пусть каждый ответит себе на этот вопрос. Вот, женщины, там, матеря, отцы, ответьте на этот вопрос. Что для нас важнее, что для нас лучше? Это правда, многие проходят через это, после операции к тебе подходят, просят деньги за наркоз, и за все остальное, даже женщинам, которые ножницу подают, оперирующему должен заплатить. Это подтвердит любой житель нашей республики, который сталкивался с этой здравоохранительной системой. Кто-либо сам лечился, либо кто кого-то из родственников лечил в этих больницах. Это вообще, понимаете, это настолько, как бы, прогнившая такая система. И она, она не лечится. Там, ну, там нужна не реформа, там нужна революция полная. Это полностью нужно все вот этих руководителей сегодняшних всяких, главврачей там и так далее, всех их нужно массово убирать, на их место ставить совершенно других людей. Нужно жестко пресекать любые проявления этой коррупции, чтобы показать, что это прощено не будет. Только так нужно это все как бы исправлять. А люди уже привыкли к этому. Вы поймите, что эта система, когда она годами существует, человек к ней привыкает. И он уже думает, что это, ну, это норма. Он думает, что это нормально. Ну, как тебе же, ну, тебя лечили, ты поэтому заплатил. Все как бы верно. Ну, тебе же операцию сделали. Он же там что-то, значит, какие-то расходные материалы же там были. Он должен за них, значит. Понимаете, вот так вот люди. И здесь вот очень важно не путать. Есть реально какая-то оплачиваемая часть, да, как, например, стоматология, допустим. Причем, какая стоматология? Когда ты себе там хочешь отбелить зубы, поставить себе там имплантант какой-нибудь, разумеется, ты за это платишь. Это вот платная медицина. Но когда ты приходишь с конкретной болью в зубе и тебе, значит, смотрят и говорят, зуб надо удалять, потому что там уже все. И за вот это вот удаление у тебя деньги брать не должны. То есть это уже как бы скорая медицина, которая должна оказываться человеку в рамках его страховки, если в государстве существует страховая система. Если нет, если все эти услуги оказываются государством, опять-таки, это должно быть бесплатно. Врач за это должен получать зарплату, которую он и так, кстати, получает, но почему-то еще с людей берет деньги. Вот как в Европе в основном устроено. Здесь у тебя есть страховка. В эту страховку входят конкретные услуги медицинские. То, что в эту страховку входит, ты за это ничего не платишь. Если у тебя страховка такая, что ты платишь какую-то часть, а за там остальное за тебя страховка, такие варианты тоже есть, то да, опять-таки, есть вот это. Но это касается тоже не вот этой скорой какой-то. Если у меня вот проблема, я сейчас пошел в, здесь это как вот, как у нас вот девятая горбольница приемная, вот здесь есть такая, это отдельная какая-то, типа скорой помощи. Ты приходишь туда, и вот если тебе реально нужна срочно помощь, у тебя температура, там, головная боль, что-то там у тебя в животе, ты за это ничего не платишь. Тебя осмотрят, возьмут все необходимые анализы, сделают, пропишут там тебе что-то, если надо прооперировать, очень быстро прооперируют. В общем, окажут тебе всю необходимую помощь первую. Но какие-то там плановые, типа, знаете, вот лечение, профилактические, какие-то действия, вот это все, разумеется, уже будет либо в рамках твоей страховки, смотря какая она у тебя, в странах, где существует система медицинского страхования, в тех странах, где ее нет, где государство оплачивает, там ты будешь из своего кармана подобное делать. У нас же, у нас все вообще, у нас нет, я же говорю, люди к этому привыкают, люди уже начинают забывать, вот у нас люди же привыкли к тому, что тебя, если в отдел забрали, то тебя там убьют. У нас уже многие к этому привыкли, молодежь уже не видит в этом какой-то чего-то неординарного, тебя там оскорбляют, уже кажется, что ну это как какая-то обычная жизнь, на самом деле нет, ничего подобного, в этих странах тяжело себе такое представить, если тебя будут оскорблять, тебя там будут пытать, здесь, ну ты, опять таки, знаете, не исключено ничего, везде могут быть какие-то случаи вопиющие, ну то есть здесь, если такое произойдет с тобой, не дай бог, ты можешь добиться справедливости, этих людей привыкнут к ответственности, хотя я никогда еще пока не сталкиваюсь с ничем подобным. Субтитры сделал DimaTorzok